Приветствую любителей стратегии шагающих боевых машин. В эфире Инженерный подход, канал Фигакс. Давненько у нас, даже я бы сказал, очень давненько не выходили видосы на канале. Сейчас мы это дело будем резко исправлять. Сегодня поиграем в Роктек на глобальной карте за клан Адских коней. Там есть о чем рассказать, что показать и все такое прочее. Много всяких событий за это время произошло. Так что доставайте напитки любимые, закусончик под это дело и устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Ну что ж, 13-й Инженерный кластер находится в системе Роучерс, ну или Рошерс, кому как удобно. Это уже территория Леранского Содружества, они же Штайнеры. На счету у нас чуть больше миллиона денег. Так, ну на завтрашний финансовый отчет этого хватит. Тем более я сейчас собираюсь повоевать. У меня, как видите, все работы выполнены, все в порядке. Арго, что тут у нас? Улучшенная проводка вторая завершена. Второй мехбэй здесь улучшено. Комната отдыха пока базовая, без бара. Жилые отсеки надо улучшать. Реакторы нужно улучшать, потому что это ускорит наше время перелета между системами. Да. Но надо смотреть, что по деньгам, конечно. Что у нас вообще с мехами? Дженнер был собран. Я его еще не показывал, так покажу. Ну, я рассказывал, как хочу его собрать. В общем, воткну я в него единственную, какая у меня была, АТМ-9 клановую. Две пачки боеприпасов с усиленным high-explosive, да, high-explosive АТМ и extended range. То есть более точные, больные, дальнобольные, но наносящие меньше урона. И, соответственно, ровно наоборот, более короткие, но более мощные ракеты. Сюда залезло, target.com залез, bc-hit, bc-range обязательно. Range увеличивает дальность и без того неплохих АТМ-ок. Сюда влезло 3 mi-heavy лазера, прям вообще шикарно. И благодаря radical hit-sync W я тепло-нейтрален. Даже иногда в нейтральных биомах еще и остываю с полного альфа-страйка. Ну, тут, конечно же, еще эксченджер помогает. Из-за всяких лутбоксов, ну, это хендхелдов нападало уже давно. Налутаны были вот large heavy лазеры, не импругнутые. У них штраф к точности единичка, но и нагрев такой адский, что пока рано использовать. Пульсы есть из СРМ-стрик Марк-2. От Марк-1 стриков они отличаются тем, что расчет на попадание ведется для каждой ракеты в залпе. То есть вот здесь, например, 4 штуки в залпе. Я пытаюсь стрелять, летят кубы, и там из этих 4 ракет, допустим, 3 попадет, одна не попадет. И эта вот одна остается в трубе, не летит, летят только 3 ракеты, и они стопроцентно попадают. У стриков, как вы помните, либо все попадают, либо никто не стреляет. ММЛ, кило, и так, так, эру, ничего такого интересного здесь больше нет. Ну, стрики эти я сюда втыкать никуда не буду, потому что они весят 2,5 тонны. А урона наносит всего лишь 40 ракет. Как бы не шибко выгодно, да и боеприпасов у меня всего 1 тонна для них. На дыбл турет маунт, не помню уже из кого. НСС у меня откуда-то вывалился, тоже не помню. Emergency Phone System, Exchanger, Geer XL, маска клановая, Ангелы, Бигли и всего этого уже полно. Всякие батл-кампы были налутаны благополучно. Zoom Mark III сюда бы закинуть. Но у меня просто нет времени уже на доведение Дженнера. Я это сделаю потом уже, после боя, потому что здесь же полным-полно ФССов. Сенсора вот SLDF Золотой Лиги, прям вот той золотой эпохи и Звездной Лиги. Gunris Support обязательно пригодится. В общем, здесь есть чем заапгрейдить систему наведения Дженнера, но он и так себя проявляет достаточно неплохо. Ядро воткнул на 175 и в итоге он у меня бегает 5-7. Иногда шевронов не хватает, но он это компенсирует вполне себе неплохой бронькой для 35-тонника, так что пойдет. Команду. Вроде бы сильно не менялся с прошлой серии. Два Ермеда, Сенсор Икон, Advanced Small Cockpit, да, я его показывал. Zoom Mark III, X-Changer, SRM-SRM-SRM-SRM. Да, тут ничего нового. Хотя сюда, конечно, пробка прям напрашивается тоже какая-нибудь. Но пока не до нее. Ну и, конечно же, тумбочку я тоже особо не менял. Перераспределил боеприпасы, убрал в ноги. Они, по-моему, в торсах лежали. Small Expulse тут лежат. Это Created Laser AMS. Sleek Suite сюда засунул. Сенсор Sniper. X-Changer проапгрейдил был с одним плюсиком, стал с двумя. Ну и пипцы с капаситаторами. Прям вот вообще хорошая вещь. Мне нравится. Ну это... Light пипцы, да. А есть, по-моему, еще Snub No's пипцы. Это пиратские. Это вообще жестяная. FCS я сюда не ставлю, потому что он дает бричинг-шот сам по себе, рисковый FCS. И игнорирует шевроноклонение. То есть он по умолчанию сразу дает плюс два точности стрельбы по цели. Это прям вообще шикарно. А, ну и да, была наута клановая ультра 20-я. Обязательно ее куда-нибудь засуну. Но, разумеется, не в голову этому тимберу. Я не знаю, кто ему сюда баллистику додумался воткнуть. Ну, разве что вот какой-нибудь АП Гаус Райфл. Но он использует боеприпасы Макшота. И брекеты у него капец какие. Да не, брекеты у него, смотрю, нормальные. Урон ни о чем. Криты нормальные. Падение урона, нагрева, дестабилизации. Короче, и отдача единичка. Ни о чем. Я его, наверное, буду продавать. Мне он не нравится. Вот АП Гаус Баттери, или как, по-моему, так это называется, я уже не помню. Вот это вот, да, это вещь. Так, тут ничего не поменялось. Пегас Церана. Японку мне, к сожалению, взорвали. Возвернуть ее не получится. Вархаммер пока не снаряжаю, потому что у меня нет ни пилотов, которые могли бы его им управлять, им рулить. Не данного нормального обвеса, который бы можно было туда засунуть. Всякие разные запчасти тут валяются. АВАКС пока не продают. Церана был на лутон, циклоны, вольфхаунды, гусар, не знаю, зачем лежит, но типа геройский. ТАЛОС и всякие. Хилиполис и месяц, пятитонный. Залутал. Решил оставить одну детальку, пускай будет. В принципе, больше-то особо здесь показывать нечего. Чего у нас по мехвойным? Блокейт пока ни на что не заработал. Ему нужно либо 7.0.40, чтобы пайлотинг и легации увеличить, но и ганнери и тактик сразу 13.750. Чувствуете, да, сразу, какая разница в требуемом опыте для повышения уровня? Это просто нереальные цифры. Пастер Лизард, кстати, заработала на какой-то второй перк. Чё, тактику тебе дать, что ли? Так, мехвойна под командование, инициатива, монос хелл, стрит, ойл. Так. Можно пайлотинг ей дать. Чтобы у нее было даже, ну да, дать пайлотинг, чтобы плюс 2 максимальные пипки уклонения. Чтобы она могла использовать каких-нибудь легких мех. Ну, либо ГАЦИ. Но Джаггернаут точно нет, потому что в рукопашку я ходить не буду в этом сейве. Карткейс минус 10% стабилити. Это ближе к танкам. И второй перк. Я там не помню какой. Второй перк. Берсеркер для рукопашки. Куланд Вент. Унижает нагрев. Не, ну а давай чё? У меня тактика в полно просто в моем кластере. Пусть будут ГАЦИ. Тебе пайлотинг. Шоудаун пока ничего. Спейнте ГАЦИ. Можно поднять. Хотя она летает на Церана, ей вообще пофигу. Стомпа. Наконец-то выздоровел после того, как ему какой-то элементал голову откусил. Но у парня даже шрамов не добавилось. Всё в порядке. Ему, конечно же, плюсуем тактику. Вот это вот. Да. Он у нас боец знатный. Так, вроде всё. А, карп. Конечно же, да. За майские праздники наши бойцы благополучно откинули вайпнули в этом регионе Камстар полностью. И как-то так случайно совпало. Никто это не планировал. Например, на 9 мая мы как раз закончили всё отсюда вычищать. И... Да, вот. Клан Хелл Хорсес. Хелл Хорсес на планете Найтвиш. Эрдвин. Вот всё это наше. Просто здесь тем же цветом Цир... Как она? Цирцинус. Да. Цирцинус. Поэтому можно перепутать. В общем, на 9 мая мы отсюда Камстар выгнали. Вы не подумайте. Я ничего против Камстара не имею и ни на что не намекаю. Они, ребята, хорошие. Иногда бывают. И было решено вот так вот прямо вот сквозь Штайнеров пробиваться к Терри, к нашей главной цели в этом... в этой итерации глобальной карты. Где-то здесь это самое Терра у нас. Вот она. Пробились, ребятки, вот сюда. Блин, только вчера вот прилетел на Рочерс, а уже у него он где. Уже Генз... Гнездно уже забрали. И укрепили на 181%. Обалдеть. Но Рочерс, кстати, я так понял, лиранцы капают себе. Если нас вот здесь вот где-то перекусят, нам придется заново весь путь отсюда прорубать. Поэтому не зря я тут остался. Неспроста. Давай посмотрим, какие контракты доступны. Они у меня не генерились еще. Есть приоритетка на два черепа. В принципе, два черепа выполнять я могу. Особенно против Штайнеров. Это не Камстары с их отрядами по 6 юнитов. Тут всего лишь 4 будет. Так. Находится один из высокопоставленных руководителей убийства из-за хаоса. Нужно с плюсом слабость охраны нанесли. Это Ассасинашн. Плюс 12 репутации. Мне достаточно репутации где-то пятнашку или даже 16 максималки выбивать, чтобы я шестерку возьму, чтобы выдавать максимальный импакт. Это все за счет настроек сложности. Мне это очень нравится, потому что я не могу себе позволить высаживать 800 тонн. Ну и, кстати, больше здесь особо нечего выполнять, но после этой работы мы в любом случае будем отдыхать и нагенериться новые контракты. Выберу вот так, 6-24, лута более чем достаточно, высокогорье. Да, уничтожение цели. Пастор гоняет на дженри, шелдаун на команда, стомпа на тимбери, как всегда, пегас и так, царана у нас тут должна находиться, спиньте, иди сюда, и я, черт возьми, забыл перенастроить вот эту штуку. Так, Ермеды, да, тут все окей, АТМ, КМХ, да, здесь, тут что-то прям вообще все попутано. Вот играет от Лазера МС сюда. ПИПЦИ с капаситаторами наверное наверх, Heavy MRM наверх, X-пульсы вниз. И нет, Heavy MRM выше, потому что там есть а нету там. Разницы нет, что будет быстрее стрелять первее, но пусть будут MRM я же кислотой не пользуюсь. в конце концов, даже тут уже нет кислоты. Listen Kill, а, Inferno есть, вот Inferno возможно могут пригодиться, если они первые полетят. Хотя вот эти вот пипцы нагрева не дают по цели, но короче пофиг все тут. Это все без разницы, на Пегасе разницы нет, чем стрелять, у Церана нужно так выше поднять, Блокинбург ниже. не хватает мне пока что боевых единиц, да, есть Вархаммер, но нужно чем-то снаряжать, снаряжать пока особо нечем. Ну и опять же, если я его даже нафарширую, поставлю сюда куда-нибудь, в Мехбэй, мне денег не хватит, чтобы все это дело снабжать. Ну теперь-то все, подготовительные все работы завершены, ухажаем ребят на места, Блокейт пока без дела сидит, но ему какой-нибудь танчик тоже найдется, он и мехами может управлять в принципе, но я решил покачать в Пастер Лизард, тем более у него теперь два перка и хардкейс на лайте может пригодиться. Не так легко будет его выносить. Ладно, все, полетели. Ой, узнаю эту карту, как будто высокогорье других нет. Блин, не посмотрел, где цель, но не важно, все равно всегда покажут, куда высаживаться нельзя, а куда нельзя, там и цель. Но он где-то тут будет сидеть, блин. Блинский блин, вот чуть-чуть не хватает, хотя можно вот здесь упасть. Застрять не должны. Хочу по-быстрому цель завалить и убежать. Так, царана может повисеть в воздухе, пегас, дай сюда. Только не застревайте, ребят, я вас умоляю. крабик. Хочу Смотри, Блин, я уж подумал, попал. Нет, показалось все нормально. Блин, вообще и со станцом. Че-то вы борзые, ребят. Прокинули всю инициативу, смотри-ка, уже, который там по счету ходит. Так, че, варьер, не страшно, варьер, я, яша, но яша так яша. Это в принципе без разницы. Цель, здесь мы ее еще не видели, то есть это просто силы поддержки, это крабик с каким-то стелсом, и этот крабик уже достаточно сильно нагрелся. Да, минус стелса в том, что он тебя нагревает. Подождем. Пока у нас по 6 шевронов, торопиться не будем. Все мы не умудрились попасть. Да что такое, там ротарками долбит со всех сторон. У яши ротарка есть? Серьезно? А, нет. У яши певца. Ротарка у кого-то другого. Ладно, Дженнер, выдвигайся. Пора повоевать. Ну, крабика мы инфернами из тимбера угостим. Слушай, я, наверное, так и сделаю. Помпа, готовь до зажигалки. Иди сюда. Надеюсь, визуал-то есть. Понятно, что сенсора в первый ход выключены. Кулгор. У меня, по-моему, был кусочек кугара. Точность не алло. И что-то прям перегрев адовая. с малой с пульсой вырубим и все нормально будет. Конечно, вот это на оккурсе можно переключить. Чтоб чуть-чуть повыше был шанс попасть в этого краба. А что с ним не так? Но сенсор, цель двигалась плюс 6. ясно. Хоть сколько-то нагрева дай. х8 нормально до черты довели. Он, конечно, не вырубился. Но ему хватит. Гардиан перетыкаем в активный режим. На дженере, кстати, ангел Сиэм стоит. И он себя очень даже неплохо проявляет. Давай сюда. Надеюсь, тебя тут никто не заловит. твоими тремя шевронами. Да, яша далековато. Варьер не страшно. Да, что-то не ален, надо было лисенки выставить. Спейте, давай сюда. Разгоняйся потихонечку, чтобы тебя уже никто не доставал. Нормально так поцарапали Бартину. Тут шансы ни о чем, но стреляем бесплатно, так что почему бы и нет. Ну, ты, родненький, тоже подходи сюда. Тебе бы... А, ты в лесу. В лесу, конечно, плохо. Ковертанку. Зато стрекам по барабану. Они отстрелялись, даже что-то куда-то попало. И теперь пошел Дженнер. Ангел, оставляем в активном режиме. Идем сюда. И смотрим, что сейчас мы сможем сделать с этим крабушком. Ну, яркие. Пожалуй, запущу. Лазеры, к сожалению, не зашли. лазеры, да ладно. Теперь-то у нас сенсора заработали, точность должна быть адекватной. Да, как я и ожидал, мне все-таки удалось прокинуть нормальную инициативу. Следовательно, так, этот кугар укреплен, и он сейчас будет ходить сразу же после хода шоу-даун. Поэтому сначала спейте вот так вот переместиться. Пробуют ему в спину попасть и... таки, да, заходит Блокенбург еще и с хорошим дамагом. У него же там рандомный разброс. Инферно-баллистика, серьезно? Пишите, там такое. Так как надо набирать уклонение, у меня мой команда сейчас вот так вот отправляется в путь. Надеюсь, его там никто не будет сильно в спину ломать. Зато точность божественная и сейчас у нас кугар будет страдать. даже лисенкилы не нужны. Давай, давай, Кравик, Грейси на здоровье. Ну, нарк поставил. Вроде, кроме тебя никто ракетами стрелять не пытался. У Яши энергии. Читческая пипца, которая заходит в своего же кугара. Отлично вообще. Красава еще и потеря на уклонении. Он просто за нас работает. Яков. Яков за нас. Блин, Пегасу вообще некуда ходить. Некуда девать бедного Пегаса, давай я тебя сюда куда-нибудь отправлю. Вариоры с реками постреляй. Ну, или сделай вид, что пострелял. Да, Дженнер надо подводить сюда. А, блин, Дженнер уже ноги поцарапали очень сильно. и откладывать не хочу. Ладно. Поступим проще. Сходим вот сюда. И, кстати, эти брекеты прям вообще идеально попадают. Арка стрельбы выходит практически как надо. Но визуал серьезно. это из-за нарка что-ли серьезно? Нарка не вешает же дебаф таких. Да, я могу ошибаться. А вот стомпа может вообще не бояться никого и ничего. Ему достаточно подойти вот так. У него обе мрмки заклинило и пипца заклинило. Что ты будешь делать? У пипцы проблема стрельбы и упор поэтому встаем как-то так. Можно танкануть немножко. Мы пытаемся стрелять даже rapid fire че, ничего не зашло? Плохо когда гандри не выкачан на десятку. Все клинит прям буквально по кд. как говорится. Корабик решил не стрелять. Он остывает у нас в этот раз. Ну и мне уже проще. Можно как-нибудь хитро спринтануть так, чтобы наверное не получится. Ладно, давай сбегаю в яшу. Команда кстати нагрева нехило так набралось. Ярмеду придется вырубить. Завести лисанкил и нашего засланного агента быстренько устранить. Пока он еще куда-нибудь не переметнулся. сурово. Как он умудряется вообще это делать? Зря я по царану это по кугару не бил. Придется это делать царана, но выхода нет. Минус нога отлично. Блин, надо было отрывать ногу раньше. Зачем я команда куда-то побежал? Яши ведь не такой уж страшный. А вот теперь у меня команда вообще большие большие проблемы испытывает. Да. Не, ну, конечно же она сейчас точно будет добивать цель. Прям сто пудов. К сожалению. Че, никак. Ну, блин, спиной поворачиваться туда не хочу. Давай простым пешком куда-нибудь вот сюда. Вот так хотя бы бортом встанешь. Повыше точность, конечно же, не Ер, а Хе, и по второй ноге попытаемся попасть. Побросай этого краба нафиг. Беги сюда. Стреляй лесенкилами куда-нибудь тоже в район ноги. Че-то все, рак пятый у него. Все, он катапультировался, слушай. Нормально, кугару можно будет утонуть. Либо какое-нибудь вооружение. Команда у меня сейчас без СРМки осталась, и нужно ему это чем-то заменять. у меня там ММЛ 5 рисковая по-моему лежит, она вполне может работать как СРМка. Использует те же боеприпасы. Так. Че, куда, кого. Мне вот это точно нравится. По Яше. Тем более он уже... Да, пошли стреки, Яша отлетел. Команда моя относительно безопасности. О, эвакуация тоже поблизости, отлично. Просто прекрасно. Ну, так что ли, я не знаю. Давай смотреть, спина краба, нас она не очень интересует, варьер на листик, крабик, варьер. А вот еще какой-то ракетный варьер, да? Ну, давай тебя ковырять. Лазер зашел, отлично. Отстаньте от него. Блин, не через огонь идти, ну, ладно. Давай сюда. займемся крабиком, он сейчас самой большой опасности из себя представляет. Ну вот, пробежался по огню, чуть-чуть нагрева есть. Можно альфануть раза 3-4 подряд и вообще безнаказанно это делать. Хватит, отстаньте от него. что ты будешь делать? Они попадают, я нет. Это нормально вообще? Повертайся левым бортом. вот так, чтобы тебя потом краб не достал. Пытайся ермедами доставать, может быть, что-то зайдет. Да, один попал, нормально. У этого хэви рак 2. Капец. Понаделали раков, сволочи. Время у меня шестой точностью опять ноу-сенсорс. Ноу-сенсорс, потому что крабик в стелсе сидит. Вся проблема в этом. Но я его успешно прогрел в этот раз даже лучше, чем в прошлый. Не может не радовать. Съехать не получится ховерпанк, да? По огню ехать нельзя. Вперед, что-то как-то не особо едется. Непонятно, что происходит. Давай сюда. старики не захотели стрелять, но очень страшно. Где там вертушка? Она очень далеко. Походу, будет с пенсии ее доставать. Так, ну да, у тебя этот левый, не левый, правый борт. относительно вот этого положения экрана. Этот борт с левой стороны, но нет. Все равно не попали. О, наконец-то крабик бьет по тимбиру. какой-то веки мой самый тугой мех. О, он выключился. Отлично. В какой-то веки самый тугой мех принял огонь на себя. Ну, давай. Обычным пешком иди. Unstab немножко снялся. Ну, давай центр торса ему ломать лисенкилами, что ли. Ну, давай лисенкилами. Хорошо зашло. Ты тоже можешь повторить процедуру. Хешками, лазерами, всем вот этим вот прямо вот по рожью бить. Патчворк кританули и сломали. Патчворки мне нужны. Можно, конечно, постукать в лицо, но это не наш мемпендер. Вбивать будем следующим образом. ПТЛ обязательно. Rapid Fire, Small Expulse и ну все. А, у него NSS была, все понятно. Это все объясняет. За всю боль отомстил. Но, к сожалению, это руки моему команду не вернет. блин, а с этим уровнем мехтехников мне этого команда чинить еще целый месяц. Ай, беда, беда. Что мне с вами делать? Ну, попадай уже. Структура раскрыта прекрасно. Пилот запаниковал. Команд. Чего? В смысле? полуторс. Проблема цивероидных экселей в том, что они ломаются. Вопрос, как они ему попали в полуторс в этот, если он стоял боком другим. Какого черта? Это даже не крит трансфер, это я не знаю чего. Поиграли, твоя мать. так, это мы оставляем, врубаем акурси, врубаем лисенкилы и пытаемся доставать этот подлог. Причем не с того борта, но в любом случае он сдох. Вехал дустроен. Подкрепов не будет, так что что есть, то есть, добиваем последнюю вертушку. Пегаспад к какой-то причине не может вот сюда пройти, а мехи смогли. Я не знаю, как это так работает, поэтому дайся на месте. и он таки продолжает попадать. Пенсия, научи его манерам хорошим. Но не тагом же, но хотя тагом тоже норм. тагом. тагом умеют в indirect. Зачем делать indirect, если есть direct. Ерками 80% точность. Шикарно вообще. Это все благодаря тагу. Не видит он его никак. И спуститься не может. сейчас стомпы выйдет, да, наконец-то он вышел. Куда надо. Дай-ка фтлками покидаем. Да, фтлки попали, все, до свидания. Ужас река. Команда жалко, конечно, да. Деньжат мы 187 тысяч подняли всего лишь на все, на ремонт вообще не хватит. Посмотрим, смогу ли я вообще в принципе восстановить команду. Я могу собрать кугара. Частей команда в Лути нет, так что он ко мне вернется, его можно будет починить. Кугара я забираю, не знаю, насколько хороший мех, но мне сейчас особо выбирать не из чего, да. Хэви пипца, лонг фаер, лайт АЦ 5, сарем стрики 2, полторы тонны весит. Не хочу, ММЛ7 тоже не хочу, армор нет. БЦ криты, БЦ рекойл, БЦ трек, подожди пока, кейс второй у меня уже был, пиксельку лутонуть надо бы, на мне поды, радикал компакт, радикал компакт, он стоит 2,5 ляма, стрики сарем, рак, раки есть, а сама ротарка где не пережила падение, ну вот она, ротарка пятая, ротарка вторая, но это не хэви, это простые, в единичном экземпляре они бесполезны практически, да и ставить на них некуда, 10-тонного краба лутать я не намерен, это кугар Освенга, named for shapeshifting monster of the run филиппинский фольклор, а, если это филиппинский, то Осванг, Осванг, омни мех, слушай, фастстрекер, омни, скорее всего запчасти другого кугара сюда не подойдут, но это мы сейчас проверим, quirk R20 warfare suit ооо минус 15%, ну, застолсованный такой медиум мех, нормально, но мне нужно баблишко, поэтому я забираю вот это и продаю нафиг, ну, варьер, яшу можно продать, хотя у него хэви пепца как раз валялось, мглайт не нужно, армород коул не нужно, ммл 7, 35 урона за 4,5 тонны, ну, понятно, что можно боеприпасами ее раскачать, но все равно нет, бцшик от души накинули, кейс простой не интересует, мдсталь простая может пригодиться, целевское двигло, патчворк нужен, радикал компакт хитсинг структура, это все мне не нужно, хироидный эксель, на ремонт команда, например, пойдет, либо вот это, что-то нужно оставить, что-то нужно продать, у меня есть компакт хитсинки, весят они больше обычных, но место меньше занимают, а охлаждают там то ли на четверку, то ли на шестерку, уже не помню, там на шестерку, шанс боя при активации, ну это как все радикалы работают, по-моему, не буду я его использовать, о, нормально, клан волка забрал джампой, марики, ну короче, ничего нового, 115 тысяч, две недели ремонта, команда за пять дней будет ремонтирована, суммарно восемь дней уйдет, уменьшить этот срок я могу, да, наверное, вряд ли, у меня два мехбея работают на стопроцентную мощность, через три дня закончится работа над дженером, начнется над команда, то есть, суммарно все это дело займет восемь дней, тумбочка будет шесть дней висеть, 11, 20 дней, шоу-даун будет болеть, но это не так страшно, у меня есть блокейт, в принципе, восемь дней у меня меня устраивает, я могу здесь повисеть, и того, кугара я собрать не могу, у меня есть лайт-карьерс на лурмах, его я собирать не буду, но возможно, что мне, у меня и нету частей, я это, наверное, с чем-то спутал, да, вот с этим я спутал, есть 35-тонный кугар, вот там начало, но это 40-тонный, вы поняли, да, окей, ну еще два кусочка и буду его собирать, 40-тонный омнис, пусть они не самые топовые, то лучше, чем ничего, ну короче, лайт-карьер может быть какой-нибудь другой, не только лурмовый, поэтому запчасти от него мне могут прикодет, ну че, ладно, запускаем, наверное, 8 дней тут повисим, посмотрим, что за контракты выпадут, кстати, как у нас дела, 35 на 65, ну, более-менее, еще один контрактик и вернем влияние в системе на свою сторону, надо было куски-то попродавать, ну ладно, уже поздно, вот команда работаю еще 3 дня, надо было его выше поднять в приоритете, потому что же его еще чинить френ знает сколько, его же еще заразу чинить, тогда зачем я тут остался висеть, но раз остался, то остался, давай ремонтировать нашего пострадавшего, падлы, поломали эксченджер адванс зум, ой, ты божечки, ядро сломали, не все, команда похоже, я не восстановлю, у меня ядра нет, ничего нет, ну ладно, я вас понял, смотрим контракт, и сейчас буду максимум какого-нибудь, есть, ну максимум лута, наверное, да, и мне нужен лут такой, чтобы опять приоритет к на два черепа, у них там учения, а нам надо эти учения прервать, то есть это битва в высокогорье, скорее всего, два лэнса против меня будет, но можно попытаться, все-таки те же самые два черепа, какие детали мне нужны, ядро 150, XL-движок у меня есть, система охлаждения клановая, ё-моё, разломали, черти, вообще все, эндосталь у меня где-то была, ну если что, в крайнем случае, композит найдется, гир и дефенс сохранился, SRM-ка сохранилась, клановый SRM ланчер не сохранился, у меня где-то тут MML 5-й рисковый полторы тонны весит, это весит единичку, 10-й рисковый, но можно 10-й рисковый сюда кинуть, эксченджеры по-моему были, да, две штуки, Zoom, Mark 3 был, больше ничего, ну и да, надо Дженнер уже, блин, всю эту начинку поулучшить, после потери команды это становится особенно актуально, поэтому ставим сюда сенсора SLDF, FCS уже стоит, кокпит, Gunnery Support, а, а он же есть, все нормально, подожди, ну-ка я уйду от меню, или нет, не было его, вот Gunnery Support, сенсора, и все получается, FCS я менять не намерен, у меня батл-компов добавилось, может быть вместо рейнджа сюда накинуть, что, Long Range тут нет, Medium Range там, по-моему, у ATM-ок на Medium и нет дебафов, у MI Heavy лазеров там другой вопрос, у них и Optimal-то не очень, они почти всегда через Long стреляют, да, можно вот это закинуть, два дня, ладно, окей, мотну еще два дня и пойду на приоритетку с уменьшенным размером звезды, к сожалению, 5,21, да, это битва, плевать на репутацию, мне сейчас нужно срочно налутать что-то очень-очень хорошее, вкусное, сила Лэнса, ну, ну да, уже Лэнса, уже не звезды, полтора черепа, идем на два, это будет очень больно, желайте нам удачи. Я тут сейчас подумал, я же их мог спокойно ваксы достать из-за кромов, правда, ну да, это бы лишний день всего лишь заняло и я мог бы сейчас спокойно высаживаться пятером. Что происходит вообще, где я? А, блин, потемки, но карту я узнаю, да, это то самое ущелье, любимое наше, но, судя по всему, ну да, противник где-то тут сидит, противник сидит где-то тут, а где высаживаться мне, внизу или наверху, по-хорошему бы наверху, конечно, но у меня вооружение ближе, больше располагает к ближнему бою, что я могу попытаться сделать? Высадиться здесь и часть сил отправить сюда, часть сюда и пытаться там кого-то фокусить, либо всем наверху оказаться, либо всем по низу идти в атаку, но если я пойду по низу, зафокусят вообще жестоко, не, нафиг, работать буду сверху, это мне не нравится, тимбер может здесь заострять, но здесь не должен, это, по-моему, церана, да, пегас, где-нибудь тут, нет, тут мне не нравится, пегаса можно посадить туда же, куда тимбер или церана внезапно, но это бред какой-то, по-моему, мне не нравится, что это ночная миссия, с визуалом сейчас беда будет, на дженере, конечно, зум стоит, насчет стомпа я не помню, так, подожди, вы не дадите, все, ждем, кавалри, ну здорово, кавалри, еще вертушка, авакс, авакс, нормально, кинг скорпион, скемитар, эдсор, танчики, как танчики, кто-то ротарку опять раскрутил, тоже обычное дело, блин, гусь, стрельнул, слушай, а у вас смехи-то есть там в наборе, мне как у вас лутать-то вообще, так, еще один, да, давай, последний раз подложим, вот, как стомпа, ты у нас нифига не глазастый, у тебя визуал 120 метров, отлично, просто прекрасно, дуй сюда, дуй вниз, даже не пытайся с горы стрелять, ты все равно не попадешь, саблеволк, насколько я помню тебя тоже никаких зумов нет, так что давай, вот успейте и видно есть Найтвизор, так что она может полететь куда-нибудь, например, сюда, а здесь она не довернет, вот так, например, вот какой-никакой визуал появился, авакс, кавлори, скимитар, мехов нет, что за фигня, затагали авакса, у Дженнера точно есть зум, точно будет работать визуал, но Дженнер вряд ли что-то тонканет, как бы мне так, так, это бодяга вон висит, я вижу ее лампочки, вижу ее лампочки, ну давай вот так забегу, попытаюсь в него пострелять, без сенсоров гиблое дело, но может быть, а, все, я понял, не видит она его, кугар, прям как по заказу, господа Штайнеры как никогда щедры, нет, ты отсюда отваливай нафиг, как мне эту вертуху доставать, а, так, чтобы без индиректа и вот это вот все можно, ну давай, кавалри ерка, минут, кстати, нормально достаешь, вообще огонь, спинься, не лезь в это гнездо, пока что, на 6 шевронов, и давай, смотри, чтобы там, ну вот этот кавалри, раз его начали, давай ломать, у него что-то ракет больно много, получи лазером по ротору, стомпа, беги быстрей, давай быстрее сюда, ты мне очень нужен здесь внизу, но спуск здесь должен работать, все нормально, просто до него еще не дошел, потом, после спуска еще разворачиваться сюда надо, yellow jacket с гусьем, надо, возможно, там blackwell, а не просто, церана ракета отбивает, это не проблема, проблема ротарка, или кто-то, что там еще у них было, ну что ты будешь делать, вот пегас не может спуститься, не то нажал, но он бы с равно туда не достал ничем, проще было пропустить ход, надеюсь, на следующий ход тимбер уйдет, и мой хавертанк сможет отсюда уехать, это чудо-миш, у тебя вроде не внутреннего сгорания движок, хавертанк, ты или где, давай сюда, вот эту вот технику в бартина яркой бей, или хешками, или ярками, он хешками бей, зашла одна, печально, так, ты продолжай туда-сюда барражировать, хоть какой-то подсвет идет, Блэквелл у этого паренька, а вакс мне не страшен на самом деле, хоть он там что-то ракетный пульку, елл джекет надо ломать, но еще поди-попади в него, вот он своим гусем очень даже может, и Дженнеру не поздоровится, если в него зайдет, сколько там, 75, что ли, пинпоинта, или 45, в общем много, или полтос вообще, не помню, яс, тумбочка, давай догоняй, на тебя вся надежда, так лучше, так лучше, так еще лучше, наверное, ну, нет, ракеты можно не использовать, они клинят жестоко, кавалри, ну-ка, понятно, не в этой жизни, кинг скорпион, по-моему, нет, это не у него, ротарк, у кого-то другого, у хетцера, нет, у хетцера, это падла не может спуститься, не может и все тут, не любит склоны, не знаю, по габаритам не ходит, не подходит, что-то там еще ему не нравится, будешь, короче, отсюда в упор тогда накидывать, у тебя выхода другого нет, будем молиться на стреки, на то, что они будут каждый раз выбрасывать нужные кубы, вот я себе проблем-то нажила, кавалри, умри, пожалуйста, благодарю, дженнер, будь другом, не будешь, да, стоп, стоп, не туда, целишь, во, давай, хоть бы один лазер попал, чав, чав, это хреново, сколько они висят, я не помню, что делают чавы, точности сенсора порезаны, визуал перегружен, сенсора, ну, то есть, как бы сенсора, точность ходьбы-то не порезаны, само собой, но стрелять он сейчас не сможет и неизвестно еще когда сможет, плюс четыре, ну, давай, на халяву, зашел один, причем, по-моему, даже не в того, ну, вот, пожалуйста, 70, от гуся, 70-ка, пинпоинт, получите, распишитесь, дождался, напросился, где этот, yellow jacket, вот этот, или вот этот, это больше похоже на вакс, Blackwell, по-моему, клинить не должен, но как-то странно, люди, пошли стреки, крыша отсюда, с ракетами своими, мне это не надо, King Scorpion, не попадет на такую дистанцию, более-менее, с этим в порядке, в смысле, а че, пап, подалон этот, так, прилепил, тимберу, я что-то не обратил на это внимание, думал, выбегу из круга, и все, но не тут-то было, нет, с пенсии нужно держать, где-то тут подальше, хороший разгон, мне нравится, чью спину ты видишь, King Scorpion, ультра у него, до ультра не так страшно, кугар один мех, все остальные танчики, это авакс, это джеки, джеки-то ты не видишь, к сожалению, авакса тоже, у Хетцера двадцатка, да, кугар ломай, что я могу сделать, могу повернуться левым бортом, вот сюда спринтануть, и попытаться все-таки ярками, вот эту вот гадость достать и добить, ну, наконец-то он помер, падла, причем он выпрыгнул, это дает некий шанс налутать гуся, а че, критикал, че не так-то, ну, постреляли по тебе чуть-чуть, че ты паникуешь, кто-то ротаркой, кугар ротарку свою разрядил, и че, так страшно, что ли, стало, ну, иди сюда, укрепляйся, че все такие слабые, дрожать сразу начинают от страха, он с томпа вообще, кстати, его нормально так вшатали, ему нужно пешочком пройти, снять инстап, и да, вот они, пожалуйста, чавы вот так вот работают, фаринг блайн, но это еще и авакс у него встроенный какой-то там стелс лютый, авакса надо убирать, если он продолжит раскидывать чавы, то мне не поздоровится, плюс вот это вот зеленый круг, это c3, и как только мои юниты в него попадают, всем остальным юнитам противника становится чуточку проще стрелять, по мне. Поэтому надо что-то с этим предпринимать. Продолжаем тут разгоняться, че, кингскорб в спину, а ваксов в борт можно потыкать. на эскорбах. Зашло урон, отлично. Вот, пожалуйста, по дженнеру чав прилетел, а я хотел дженнером на ваксо ломать. Так, где он? Вот он, да, стоит. Ну, так вот попробую переместиться, вроде бы никто больше не видит. на всякий случай забресимся. И будем надеяться, что вот так вот что-то зайдет. Какой-то лазер зашел, отлично, он только там брони, блин, мама не горюй. Ротарка у кугара и царана страдает. Жесточайшим образом. Правда, в ротор попал. Ротор не так страшно. Чав и слезли со стомпы. Это значит, что стомпа сейчас может выдать хороший добротный залп по ваксу вот отсюда. Откуда-нибудь вот отсюда, да. Главное, на хедсера не нарваться с его двадцаткой, блин. Лисенкилы. Ну, альфуем что-нибудь. Вообще даже никакого намека на панику. Двадцатая двадцатка мимо пролетела. Нормально, живем пока что. Саблеволк. Ты перестал паниковать? Не перестал. Тебе надо хорошо пострелять, чтобы ты перестал ходить с ума. Я тебя понимаю. Лети сюда. И давай-ка ты своими стреками. Импрув ту стресс. Чуть-чуть упал, беспокоился. Царану срочно убираем. Она уже достаточно натанковала твою магику. Тупо выпрыгнула, дура, блин, а? Как тяжело воевать, когда пилоты слабые, прокачаны, слабые, вообще, я знаю, по себе слабые. Вот что Дженнеру делать? Дженнеру ничего не остается делать, только бежать куда-то сюда, поворачиваться более-менее вот так вот бортом. Надеяться, что вот этот кугр не достанет, а он, скорее всего, достанет. Ну-ка. Уже доламывать долбанный авакс. Еще немножко чафов. Но это не страшно. Лучше дебафы Дженнера, чем Тимбера, потому что Тимбер сейчас должен у него один разломать здесь вообще все. Но тут хет с армотивом. У меня уже вот это начинает до ужаса пугать, и я, наверное, переключусь на него. Имитар АЦ-5 не страшна. Хетцера нужно минусить срочно. ФТЛ-ками. Дай попробуем ФТЛ-ками. Вот так вот отстреляем. Зашли ФТЛ-ки. Отлично. Нет брони у Хетцера. Следующий залп его должен приканчивать. Твою мать. Какие все точные, а? Обалдеть просто. Вот кто может попытаться достать стреками вот эту га... О-о-о-о. А стрекам пофигу. Живем. Живем. Пока живем. Кингскорп, только не попадай в Дженнер. Да, Дженнер все прячется. Сейчас у меня один единственный тимбер будет воевать. Ух, двадцатка мимо снова. Торпио. А, скимитар. Молодец. Правильную цель выбрал. И ждем раскладку. Да. Дженнер выиграл у меня инициативу. Паника, чав и вот это вот все. Поэтому достаточно просто вот так вот спринтануть куда-нибудь сюда. Немножко подождать. Где Хетцер? Хетцер тут стоит. Ну да, так на двоечку схожу. Повернусь сюда лицом. И продолжу его долбать. В этот раз в ФТЛки не попали. К счастью, попало кое-что другое. И уничтожен Хетцер. Минус АЦ-20. Ты когда у тебя сломается эта ротарка, слышь? Читеры, мать их. А вы говорите, стримером подкручивают. Вы видите, что-то творится вообще здесь. Фегас более-менее успокоился. Давайте сюда стрекаем, постреляй. На мана. С Томпа, надеюсь, не начнет паниковать сейчас. А, он уже занервничал. Ты откладывай. Рукопашничать пошел. Это ты зря. Бой зря. А что, стрелять будешь? Капец, блин. Все. Ну, не половина. Где-то треть брони съехала. Тимбер у меня в неустойчивости. Но я легко могу отойти вот так назад. От тех ребят спрятаться и просто сказать все, что я о нем думаю таким вот незамысловатым образом. Да, забрыситься надо обязательно. Помри, тварьи же. Отплевать он хотел. Не попал. Тимбер еще и в лесу стоит. Все ходили? Не ходил с кемитар. Достать можно эту пангу? Вот так можно, да? Давай. Массированный обстрел устроен. Ну, а что с тобой? Забыл сенсоры включить. Бывает. Как всегда, не вовремя. Но это более-менее. Это более-менее. Так, надо мансить правым бортом. Правым, правым. Это вот так как-то зайти, да? Но в прошлом бою мы видели, как спокойненько все это дело влетало и в закрытый борт. Лазеры попали. Отлично. Потеряну устойчивость. Ты опять в рукопашку, серьезно? В этот раз попал. Что, тимберу хана, да? В голову попал, но это... Где? Пока не смертельно. Пока что не смертельно. Спина открыта у кугара. Но, к сожалению, эта спина меня сейчас не очень интересует. Поэтому работай сюда. Уф, живем пока. Но сейчас неустойчивость будет, да, у стомпа. Он уже стрессует так откровенненько. Трессует беднягой. Ну и что мне делать? На Скорпа наехать? Или выдать в спину ку... О, я лучше кугару в спину все выдам. Делать это надо крайне аккуратно. Придется вот так, с шага. Те ребята меня не увидят в любом случае. Главное в кугара попасть и не задеть тимбера. Помри, товарь. Чтоб я тебя здесь больше не видел. Ох, не попал. Что ты хочешь? Так, стомпа паникует, греется. И вообще все очень плохо. Поэтому нужно сделать, наверное... Наверное, что делать-то? Пока просто стрессует. Это не паника. То есть выпрыгивать-то на следующий ход он не должен. Давай сходим сюда. У меня, к сожалению, брейса нет. Ну и вот так вот пальнем по скеметажу, чем есть. Так, номинал. Снова функционирует. Паника не прошла. А, Дженнер. Дженнер, Дженнер. Что я могу сделать? Да, наверное, ничего. Рискнем подождать. Так, ну это панику вряд ли вызовет. Это паники сильной не вызвало. Подставляем пегаса под кингс-карпа. Ну и сами тоже. Время не зря не теряем. И радуем его стреками. Нормально. Мой план сработал. Урон более-менее разделил между мехами своими, между своими боевыми единицами. Ну давай. Добивай. Мясонкилы, зажигалки. ПТЛ-кай может быть. Если попадет, то убьет. Ничего ни хрена не попало. Продолжаем страдать. Заходим сюда. Ну, кстати, правый борт подставлен. Все нормально в этом плане. Попали ярки, попали лазеры. Ребята не паникуют, к сожалению. Это мне не нравится. Они вообще без паники. А вот теперь пилот катапультировался. Все, остался кингс-корп. У него ультра пятая. И если эта пятая ультра заденет тимбера, ему будет очень-очень больно. Ну, у меня выбора нет. Дай хешки, потому что ерок уже не осталось. Так хоть двенажки два раза зашла. Че, брейсимся, идем в упор. Дня выбора нет. Стреляем всем, что есть. Уф, проканала. Добили. Ну, че, минус царана, да? В остальном нормально. Легкая травма у стомпы. Все остальное целое. Вроде без потерь прошли. 322 тысячи. Царана. Пока непонятно, да? Целое, не целое. Она из нее выпрыгнула. Тут без ранений. Просто вскрыли структуру. Критов нет. Тут критов тоже нет. Все живы-здоровы в этом плане. Кусочков царана я не вижу в луте. Так что все в порядке. Кугар тот самый. Но, к сожалению, всего одна деталюшка из него выпала. Не судьба мне его сегодня собрать. Зато есть Blackwell. 15-ти тонны. И мать его, куда его засунули? Еще два МА и Эви Лазера. Во-первых, меня интересует 150-е ядро. 150-го нет, есть 140-ое. Это мне неинтересно. Значит, будем в бабло вкладываться. Что у нас за бабло? А вакс? Насколько я помню, денег стоит. Ну да, сразу у меня подскочила цена. Blackwell 650 тысяч. Ставить его пока особо некуда. Импровинутые хэви лазеры брать, не брать, пока не знаю. Пятая Ротарка. У меня их нет. Так и без разницы. Так и рулям 200 стоит. Advanced Optics. Вещь шикарная, конечно. Активная пробка. Ну нет. Активная пробка нет. XL мы знаем, что весит, стоит нормально. Нормальных сенсоров. Сенсор Powered Gunry Support B можно было бы взять. Stealth Armor 300 тысяч. Всякие разные патроны для Ротарки. Тандемы. Слушайте, тандемы могли бы в команду пригодиться, но они вызывают клин оружия. Можно вот это взять. Можно... Так, 5 внутренних сгораний. Это сколько? Это лямб 250, если что. Ультра-Ц5 недорого. Тараптарка недорого. Короче, бабло. Бабло побежал. Церана мне вывалили куски церана. Все. Нету у меня, короче, вертолетиков больше. Главное, здесь их не было. В луте. А так они мне выпали. Какого черта? Раз, два, три куска. Калория атака, хеликоптера. Ну, может быть, я там что-то из кусков еще смогу собрать сейчас. Рано, возможно, вернется. Делал джеки тот кусочек. Это нафиг, 110-е ядро. Нафиг, 140-ое. Мне не подходит. Хотя, надо тестить. Пока не продаю. Потестирую его. Вот это точно нафиг. Excel на продажу. Это на продажу. Recon оставлю. Basic нафиг. WAC 20 патроны, но я эти пользователи не буду. А вот Armor Piercing для рака 5-го я оставлю. Ой, печаль, беда. Беда, бедовая. Сырана уничтожен, не может быть восстановлен. Бла-бла-бла. Опять ремонт. А что, 32 дня? А, ну, тумбочку долго чинить буду, да. С томпа 20 дней, шелдан 10 дней. И, короче, жестоко нас потрепали сегодня. Прям вот вообще. Рочерс мы в итоге не отвоевали по какой-то причине. Легка не хватило, я понял. Ну, потому что я не в репутацию шел, а в лут. Так, Сырана можно восстановить. Причем можно восстановить даже не тот, который был у меня вот с этим, с Блокенбургом. А другой. Один АМС, три меда и один пулемет. Вы считаете, что это лучше? Ну, трудно сказать. Тут хуже по броне. Вооружение так себе. Южин Энджин. Южин, ну, 12-18. 10-15. То есть он медленнее летает. Хуже по броне. У него три медака. Ну да, и больше шанса, что он этими медаками куда-то попадет. Но у медаков же брейти, брекеты, вообще ни о чем. Здесь хоть яр лардж, какой-никакой. Не, я себе вот это восстановлю. Сырана мы вернули. Не на том спасибо. Так, ну, раз кугар этот не подходит, мы его утилизируем. Кемитар. Стракер 2С. Стракер этот мне интересен. Кингскорб не интересен. Кемитар не интересен вообще ни разу. Пуски авакса. Вот они, денежки. Отлично. Секлон гусар. Яша, извините. Хотя, блин, у Яши хэй-пирца была. Пусть повисят еще. Гюн, не знаю, откуда ты взялся, ты мне не интересен. Варьер мне тоже не интересен. Это что? Это грим рипер. Да, было такое. Крабик, японый кусок. Панчбэк, Талос. Ну, файл статора кусок. Чуть-чуть не хватает до кугара. Хетцер с АЦ-20 мне не интересен. Он тупо не будет никуда попадать. Да, царана к нам вернулась. К счастью, к великому. Вот так вот сразу делаем. Все не настолько ужасно, как могло бы показаться на первый взгляд. Да, команда. Надо посмотреть, как у него вообще дела, как он дружит с ядром 140-м. 150 убираем, по 40 ставим. Движение будет 5-8. А так у него 6-9. Но очевидно, что 150-е ядро гораздо лучше. В этом плане гораздо нужнее. Потом в своей какой-нибудь союзной системе я все делаю еще и распродам. У меня всякие хендхенды лишние лежат. Здесь ультра-десятые, ладно. АП Гаус Райфл продам. Там всякие, я не знаю, гермеды, гиперы можно продавать смело. Медиум пульс, наверное, тоже. Много чего продать стоит. На вырученные деньги, возможно, я смогу закупиться движком. Возможно, я смогу купить что-нибудь еще и восстановить команду. У меня, наконец-то, будет нормальный, боеспособный кластер. Всем спасибо за просмотры. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Это важно, это очень нужно. Также запрыгивайте к нам на канал Твитча. Регулярно стримы проходят. В последнее время прям вообще ребята там разошлись не на шутку. Там день через день что-нибудь дастримят. Ну и, конечно же, к нам в Дискорд. Велком и паблик ВКонтакте. Все ссылки в описании под видео есть. Мы увидимся в следующей серии. Всем пока.